друзья всем привет сегодня мы вместе с вами все-таки пересадим вот эти две орхидеи напомню во вчерашнем видео мы вместе с вами их достали из покупных горшочков я рассказывал еще предыдущем видео о том как я ухаживаю за орхидеями которые покупаю в магазине и без пересадки они у меня могут стоять месяц полгода год два и три даже года показывал пример орхидеи которые три года у нас не пересаживалась после покупки в магазине и все это время у нее находился торфяно-кокосовый стаканчик под основанием и как я ухаживал это орхидея все время цвела роскошно и я снимал ее на видео показывал у нас на канале это была орхидея amadeus а чистили мы вчера корешочки орхидеям золотым яблочком двум орхидеям которые недавно у нас появились на канале мы вчера их распотрошили почистили и замочили их в максиме напомню что размешивал я оставлю ссылочку верхнем правом углу можете пройти посмотреть как замачивал в максиме я рассказывал о том какими препаратами можно корни обрабатывать после того как достали из магазинного горшочка и в качестве профилактики какими препаратами обработать орхидеи корни орхидеи от грибковых и бактериальных каких-то там болячек на всякий случай и для профилактики на случай если уже какие-то есть пораженные участки у корневой системы орхидеи и вот мы наши с вами две орхидеечки почистили 1 орхидей к у меня вызвала какие-то там подозрения и вот сегодня в этом видео я хочу ее закончить профилактировать ее так вот прямо хочется мне еще дополнительно провести с ней процедуры а вторая орхидеечка нормально вот мы вчера замочили их в максиме приготовили раствор 1 миллилитр на 3 литра я сделал 30 минут замочил и все 30 минут они даже больше они мне минут наверно 45 они у меня замачивались прям полностью ну пройдите посмотрите по видео потом я их достал и они вот у меня всю ночь весь вечер вчера всю ночь и вот полдня сегодня все утро лежали сохли вот они подсохли и теперь я хочу их пересадить с учетом того что я буду пересаживать их в такой знаете в полу в многокомпонентный груд в конторам будет присутствовать органические компоненты которые в какой-то степени подвержены разложению и соответственно это органика что может вызывать какие-то но гнилостные в будущем процессе если вдруг что-то где-то пойдет не так с переливом или еще с чем-то поэтому я заранее как бы чтобы если вдруг находятся какие-то здесь споры грибковых грибов до плохих патогенных если здесь какие-то бактерии спящие есть я вот хочу эту орхидеечку прежде чем при приступить к приготовлению грунта сейчас и и еще напичкать тем компонентом которые мы применяли вчера у нас осталось друзья немножечко максима помните мы вот эту пластиковую как он называется ты господи пластиковую ампулу да вот такой вот 1 1 разрезали применили 1 миллилитр в одну бодейку были 2 миллилитров другой чуть-чуть тут осталось я вот хочу накапать сюда и прям вот этим вот неразбавленным максимом друзья обмазать орхидеечки вот то подозрительное место откуда очень часто на бывают когда орхидея посажена глубоко и она начинает выпускать цветонос а этот цветонос находится ниже уровня грунта вылазить да а он когда растет разрывает основание листика и это вот разрыв находится в грунте а если этот грунт еще и органический то высока вероятность того что при попадании влаги плюс еще вот эти насекомые вредители подуры которые приползают на разложивающийся грунт начинают лазить кругом то высока вероятность что там может что-то такое знаете грибково-бактериальные начать развиваться что приведет потом как гниению стволика орхидеи до вот этого основания и в общем так плачевным к потере как минимум точки роста и как максимум гибели самого растения поэтому я хочу прям вот совсем ее примут хочу у меня прям чешутся руки вот так вот я макаю кисточкой обычной кисточкой и вот сюда вот в эту дырочку где разлом разрыв прямо туда внутрь вот этим вот максимум еще раз напоминаю у нас есть плейлист на канале который называется максим для орхидеи где мы его применяем в разных ситуациях по разному вот основание тоже вот это все я черная особенно там где корни к основанию крепятся и такие имеют ободки черные я все это дело промакиваю вот этим вот не растворенным не разбавленным максимом сейчас я еще вот так вот вам чтобы вам видно было вот видите все вот эти вот места такие злополучные злокачественные мы делаем такую обмазку защитную такую вот обмазку переборщить его не страшно почему потому что максим он не не вреден для растения и это мы уже многократно доказывали не только мы но и как я уже вчера повторял огромное количество все больше нету давай капелюшечку еще еще давай сейчас друзья не уходите мы продолжим так вот прям потому что я смотрю одним глазом еще и на ту орхидею и хочу еще там и той другой мой орхидеи макнуть вот так вот в общем как бы все вот так вот я смотрите замазал основание этой орхидеи все 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 черное черт все черное основание все пусть она пока лежит у нас подсыхает сейчас давайте быстренько вторую посмотрим что у нас тут у 2 ну 2 тут вроде бы все нормально вроде бы все тут прям хорошо ну вот мне хочется вот сюда тыкнуть максимом сейчас покажу куда вот вот сюда вот вот видите вот вот в это вот скопление чего-то корней основание тут орхидеи хотя конечно вот здесь вот самую на самый кончик основания вот видите прям самый ниш хвостик как бы я сказал бы знаете гуска я хочу его отрезать вот так вот все вот эти вот корни которые были непосредственно знаете в этом как его в кокосовом в этом стаканчике я и как раз это место я сейчас и вот так вот видно вам не видно опа вот так вот вот это место я замажу и все и пока вот она сейчас она высохнет быстро друзья быстро высыхает пока будем готовить грунт она все это дело подсохнет все все убираем в мойку все это дело и а переходим к составлению грунта грунт будет у нас я уже сказал многокомпонентный состоять он будет из следующих друзья ингредиентов значит это первое это древесная кора вот такая вот вот такая вот самая обычная средней фракции сейчас я вам покажу вот что было понятно сухая подсушенная средней фракции и и я возьму 25 процентов 25 процентов вторые 25 процентов я возьму кокосовых чипсов да сейчас я открою покажу вам мы с вами их готовили кокосовые чипсы и кокосовое волокно вот такой вот компоненты третий компонент 30 процентов это наверно нет 40 40 процентов это будет третий компонент это мелкий керамзит сухой вот такой вот он мелкий керамзит и четвертый компонент это древесный уголь 10 процентов вот такой кусочки древесного угля ну что давайте составлять значит два с половиной щипотек 1 2 и половинка древесного угля теперь кокосовые чипсы 1 два и половинка перемешиваем все это дело мы теперь 40 процентов это значит три с половиной щипотек я так думаю это керамзит а мелко его папу много не захочешь по и он высыпается поэтому конечно 40 процентов он высыпается из руки поэтому одна большая охапка кокосовых чипсов или коры равняется двум вот таким вот маленьким щипотем керамзит а то скажите что что слишком много я его ну вот так так смотрите что получается вот такой вот он найдет грунт и теперь полторы щипотек древесного угля раз и полтора и половинка перемешиваем все хорошо сейчас я покажу что у нас получилось так перемешаем еще у так ну вот какая красота смотрите вот в такой грунт мы посадим наши с вами орхидеи значит кора что дает кора кора она у нас еще помимо того что она органический компонент который со временем увеличивает влагоемкость в грунте до начинает разрабатывать скоро и в себя впитывает вогу она еще и регулирует кислотность да то есть оптимальную необходимую для орхидеи кислотность до что дают кокосовые чипсы кокосовые чипсы они очень хороший влагоемкий компонент для для редкого полива а кокосовое окно сами по себе вот эти волокон волокушечки да они по себе как знаете капилляры передают влагу ты случай если я буду орхидеи поливать на мокрых пяточках то эти эти волокна они будут распределять влагу равномерно по всему горшку что касается керамзита керамзит он здесь скорее всего выполняют функцию чтобы этот грунт не слеживался не спрессовался то есть он придает такую аэрацию этому грунту ну а древесный древесный уголь он а помимо того что он влагоемкий очень тоже он еще и участвует как абсорбент воды то есть он немножко очищает воду и ну как бы продлевает жизнь воде если вдруг у нас орхидеи будут находиться на мокрых пяточках то он будет сохранять эту воду как можно дольше ну и плюс там определенных а насекомых вредители от пугит не всех но какую-то часть определенно да все вот такой вот грунт мы с вами будем использовать состоящий из четырех компонентов повторюсь это значит 25 процентов кокосовых чипсов 25 процентов древес коры сосновой 30 точнее 40 процентов керамзита и 10 процентов древесного угля все а вот такой вот четырех компонентный у нас грунт и теперь будем сажать сажать будем как всегда друзья в наши любимые правильно горшки арты двойные но вот единственный момент что мы сейчас посмотрим какие какой размер горшков будет приемлем для корневой наших наших орхидей у меня имеется два кашка 1 на на 2 литра на 2 литра вот так вот я лучше покажу сразу с билочками 1 на 2 литра 2 на 1 и 2 литра вот они билочки вот они их не размеры высота диаметр и объем можете посмотреть вот на эти билочки от у меня иногда говорят почему не говоришь размеры но вот так они выглядят значит нам нужно чтобы объем корневой системы вокруг корней от корней до стенки горшка по периметру было не больше одного полутора пальцев ну пальцы у всех разные поэтому можно полтора два сантиметра такой знаете воздушный такой слой должен быть вокруг корней вот примеряем примеряем сейчас мы сниму я эти билочки они уже нам не нужны как раз сколько там у нас и вот так два так ну давайте примерим наверное вот эту корневую систему нашего golden apple coral в двух литровый горшок в принципе ну для на вырос наверно пойдет до горшок 1 и 2 литра наверное будет ну знаете прям вот прям вот на сейчас да то есть на один год по большому счету вот такой горшок на два-три года хватит да то есть наверное все таки мы посадим в двух литровый горшок благо у меня их 2 а это орхидеи у нас ну с учетом что у нее такой довольно таки крупненький верх наверно будет более так скажем посадить ее тоже в такой же горшок но наверно с заполнением дренажного слоя хотя можно не заполнять можно и так оставить вот так вот и и просто может быть знаете как ее лучше наверно пониже посадить и уровень грунта сделать ниже на вот так вот ниже почему потому что у нее слишком корневая такая маленькая да а маленький горшок будет для нее ну я бы сказал таким неустойчивым неустойчивой конструкции поэтому посадим ее в большой горшок но поглубже опустим уровень уровень грунта поглубже вот так опустим чтобы она листьями опиралась вот на край горшка вот такая будет посадочка и мы с нее наверное и начнем для интереса что делаем а значит да ничего не делаем я сейчас вот в эти дырочки видите дырочки засунул а древесный уголь к опа древесный уголь в эти дырочки засуну маленькие кусочки вот так вот вот он они там черненькие видите все а теперь будем ее сажать одеваю перчатку сейчас слой киданию сюда без дренажного слоя будем сажать потому что она у нас глубокой посадки примере вот этот вот воздушный корень я не буду его не буду его опускать в грунт вот этот вот сломанный может быть опущу сломанный вот так для устойчивости с высокой вероятностью что он ну скажем преждевременно отомрет ну и все начинаем с вами ее засыпать так сейчас я изловчусь вот так вот как аккуратненько не спеша можно даже ложкой это делать только потом помыть ее ложкой долго сейчас мы насыпем сразу и потом распределим палочкой сейчас друзья все увидите я вам поближе покажу так вот камеру поближе вот так главное чтобы еще в пазухе мелкий мусор не попадал вот так вот засыпаю ну и все друзья в принципе вот так ее можно и оставить листьями она вот этими двумя за счет того что она большая корневая не понимать мама у нее маленькой и она соответственно в горшке будет неустойчиво и вот она вот этими листьями упирается у нас вот на краешке горшков на краешке горшка и таким образом она неплохо держится неплохо держится сюда еще чуть-чуть вот добавлю и все и у нас основание сильно само по себе не углублено я имею ввиду относительно высоты грунта то есть на уровне на уровне самого грунта находится и у горшка получается бортики выполняют функцию таких поддерживателей этой орхидеи еще раз уплотним немножко корневую все вот такая вот получилось у нас посадка сейчас я достану покажу смотрите вот такая вот посадочка я думаю что на год полтора а то может быть и два этой посадки будет достаточно в любом случае орхидеи будет расти грунт можно подсыпать по мере того как орхидеи будет подниматься вверх естественно вот эти вот два листика со временем она отсушит то есть естественный такой процесс и орхидеи медленно но уверенно выйдет наверх общем я думаю даже что года на три даже может хватить вот такой вот посадки при правильном уходе так ну давайте-ка 2 перейдем 2 орхидей к вот она здесь мы немножко подцепим дренажный слой дренажный слой я подцеплю из керамзита керамзит возьму мелкий накидаю такой небольшой слой сделаю вот этого будет достаточно вот так вот чтобы вам было видно ой тут даже паук засохший так все ну теперь по высоте пристраиваем орхидею саму думаю так нормально чуть-чуть слой сейчас подцепим сюда вот так вот раз все теперь ее корешки по часовой или против часовой стрелки подкрутим ну потом в ту сторону куда они закручиваются да ну вот так вот все можно сажать можно насыпать грунт вот так вот раз с другой стороны там Так Вот орхидея у нас получается повыше будет Так И наш с вами место, где мы обрабатывали эту орхидею, обмазывали максимом, как раз получается прям в уровень с поверхностью грунта. То есть она находится, вот она прям, вон видите, с этой стороны, вон видите, намазка. И практически на поверхности, да, лишь только там прям вот 2-3 миллиметра под уровень уходит. Как раз такое место, где все это дело вентилируется, точнее такая глубина, где все аэрируется и вентилируется. То есть такой прям оптимальный, оптимальная высота посадки. Вот, друзья, все. И всегда есть возможность палочкой отгрыбсти прямо так 2 миллиметра и посмотреть, что там происходит. Еще чуть-чуть подсыплю оставшийся грунт вот так вот. И немножко уплотним его. Все. Вот такая вот получилась у нас посадочка. Сейчас я обе орхидеи вам, друзья, покажу. Так. Вот она одна. И вот она вторая. Вставляем бирочки к ним, ихние. Это у нас Golden Apple Coral. Опа. Вставляем. А это Golden Apple Hybrid. Тоже сюда вот вставляем. Все. Вот такие две посадки, друзья. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok